На территории Беларуси до сих пор остаются российские войска. На данный момент есть несколько точек постоянной дислокации. Лунинец. Утром 9 июня в Гомель выехала колонна техники, которая направилась в аэропорт для транспортировки в Россию. Кроме части противовоздушной обороны в Лунинце все еще остались войска, обслуживающие несколько оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и оставшиеся зенитно-ракетные комплексы. Мозы. Возле воинской части в Прутке до сих пор замечают машины ВСРФ. Кроме того, на аэродроме в Бокове стоят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», радиолокационная станция «Искандер». Зябровка. На аэродроме до сих пор стоят ЗРК С-400 «Искандер», ЗРК «Панцирь» и различные РЛС. Вечером 9 июня и утром 10 июня часть ПВО уехали в сторону аэродрома в Гомеле для последующей отправки. Осиповичи. Поступали сообщения, что в городе замечали военные грузовики ВСРФ, также не исключается наличие ЗРК, РЛС и отрк РФ в воинской части в Осиповичах. Волма. В Минском районе недалеко от национального аэропорта есть зона, которую ВСРФ называли «Купол». В последнее время там замечают солдат ВСРФ, напомним, что эта зона использовалась как главный командный штаб для наступления войск на территорию Украины. В Гомеле в аэропорту до сих пор стоит техника, которую туда свезли ранее. 10 июня в аэропорт прилетели три самолета. Общая грузоподъемность одного Ан-124 и двух Ил-76 составляет до 220 тонн. Для понимания, ЗРК С-300 не поместится в Ил-76, также один комплекс весит 40 тонн, один зенитный ракетно-пушечный комплекс панцир с 20 тонн. Даже с учетом того, что у части ЗРК С-400 не было половины контейнеров для запуска ракет, все равно эти самолеты не смогли бы вывести всю технику. Стоит отметить, что солдат ВСРФ периодически замечали в Гродно, Барановичах, Мочулищах и Клинцах. ПВО и ракетные комплексы все еще остаются на территории Беларуси, как и обслуживающий персонал к ним. Общее количество солдат ВСРФ было не более тысячи человек. А после того, как стали вывозить технику в Гомель, общее количество военных может снизиться до 700 человек. Этих сил недостаточно, чтобы вести какие-либо наступательные операции, но достаточно для ведения разведки и произведения периодических ракетных ударов по ключевым точкам Украины. Кроме всего прочего, в районе пограничного перехода три сестры со стороны РФ сформирован внушительный форпост для обороны. Также в Брянской области существует несколько точек, где стоят ракетные комплексы.